Доклад посвящен такой теме, как на русском я, к сожалению, лучше не нашел, как это привести, всего лишь возможные индивидуи. На английском это merely possible individuals. Это в контексте двух таких позиций, которые недавно, скажем так, начали активно развиваться. Дебаты между ними – это несесситизм и контингентизм. Но эта тема появилась именно в такой формулировке относительно недавно в книге, в первую очередь, Уильямсона «Модальная логика как метафизика», в которой, собственно, там, можно сказать, две основные линии. Во-первых, первое, связанное с тем, что Уильямсон рассматривает модальную логику как, скажем так, метафизически ненейтральную, что она подразумевает определенные метафизические тезисы. И второе, что, как бы, наиболее, с точки зрения такой абдуктивной аргументации, наиболее правильная такая система модальной логики – это именно та, которая подразумевает несесситистский взгляд, соответственно. И вторая книга, которая тоже важна для этих дебатов – это книга Сталнакера, извиняюсь, да, вообще, по-моему, на русском он Сталнейкер, но я, если честно, не привык его. Ну, в общем, Сталнейкер – миопассибилитис, которая посвящена как раз-таки примерно схожей теме о, скажем так, метафизических следствиях, скажем так, семантики возможных миров. И он там занимает как раз-таки позицию контингентизма. Соответственно, оба из них сходятся в том, что вот семантика возможных миров и, как она сформулирована для модальной логики, она ненейтральна. И несесситизм подразумевает, что все, что существует, существует с необходимостью. Или на английском формулировке Уильямсона, что necessary everything is necessary something. То есть, иными словами, как вот Уильямсон говорит в таком лозунге, что антология, она необходима. То есть, условно, вот он приводит такой пример, что если у нас существует n каких-то фундаментальных частиц всего в мире, то, условно говоря, вот n плюс первая частица, она, ну и эти частицы, они все конкретные физические объекты, то n плюс первая частица, она может существовать только вот в виде такого всего лишь возможного объекта, который обладает только модальными качествами и не какими из всех, которыми обладают обычные материальные конкретные объекты. То есть, допустим, такая частица обладает возможностью стать фундаментальной частицей, и это именно модальная ее характеристика, но она сама является таким неконкретным контингентным объектом, который прежде всего характеризуется своими модальными свойствами. Ну вот такой типичный пример – это сыновья Витгенштейна, которые у него могли бы быть, could have been, да, и вот эти как бы всего лишь наличие вот этой возможности, всего лишь возможности означает, что вот как бы x мог бы выполняться, то есть существует такая возможность, что x определенно выполняется, но не выполняется, соответственно. Вот. И контингентист это утверждение отрицает с его точки зрения, условно говоря, есть, ну как бы существуют вещи, которые могли быть, которых нет, да, с одной стороны, и некоторые вещи существуют контингентно. Это в том, где миссискист и контингентист сходятся. Важно здесь именно то, что с точки зрения контингентиста есть вещи, которые могли бы не существовать, вот это проблематично в таком, да, неформальном языке выразить, если, наверное, точнее говорить, что могли быть вещи, могут быть вещи, которые тождественны ничто. Ну вот, в данном случае мы читаем как бы существование, как, условно говоря, x равно y, я сейчас это в более точных формулировках покажу. Ну, в общем, и здесь как раз возникает вот эта проблема, как нормально сформулировать, что некоторые вещи могли бы и не существовать, да, а с другой стороны, что могли быть такие вещи, которые по факту не существуют. То есть, поскольку он отрицает главный, ну вот, контингентист, условно говоря, он отрицает главный тезис Уильямсона, он, значит, также отрицает, условно говоря, утверждение, что существует вот такой всего лишь возможный сын Вегенштейна. И, ну, поскольку с его позиции объекты могут быть ничем вообще. И тут, строго говоря, он как бы может согласиться, да, что Вегенштейн, условно говоря, мог бы иметь ребенка, но как это сформулировать так, чтобы это не предполагало каких-то дополнительных метафизических обязательств, условно говоря, как в случае Ниссисетиста, это некоторая проблема. И, соответственно, ее вот Сталнекер предлагает определенным образом решить, об этом я скажу чуть позже, но это как бы формулировка исключительно такая с точки зрения метафизики, поскольку, опять-таки, обе книги, ну, одна про семантику и метафизику, вторая про модальную логику и метафизику, есть как бы и другая сторона, с которой можно как бы посмотреть на эту тему, это что, ну, условно говоря, вот ортодоксальная версия семантики возможных миров предполагает фиксированный домен индивиду для каждого из возможных миров. Также есть версия, в которой это не так, ее вот так же как бы формулировал Крипке, но строго говоря, вот в данном случае мы говорим именно про версию с фиксированным доменом индивидов, и в такой семантике возникает проблема того, как смодерировать вот этих всего лишь возможных индивидов, которые являются элементами доменов контрфактических возможных миров. То есть они не принадлежат домену актуального мира. И, соответственно, проблема здесь для контингентиста, который вот предполагает, что в каждом, для каждого возможного мира домен индивидов различается, непонятно, как вот формализовать то, что не существуют такие вещи, относительно которых как бы его теория должна квантифицировать. Для контингентиста здесь никаких проблем, строго говоря, нет, потому что у нас домен индивидов как раз таки везде одинаковый, и поэтому просто у нас есть различия на конкретные и вот неконкретные контингентные объекты, да. Поэтому вот Уильямсон как раз в своей книге критикует Сталмейкера за то, что нестетизм, он, ну, не просто, он как бы метафизически может быть принят на тех же основаниях, что и контингентизм, но он также подразумевает намного меньше отхок решений и предполагает более простую семантику. Ну, а также там есть несколько преимуществ в логике более высокого порядка, когда она формулируется у Уильямсона. Вот, ну, в общем, чтобы эту проблему решить, Сталмейкер предлагает свой подход, вот, но перед этим, чтобы это более точно сформулировать, я вот хотел бы перейти к частям того, как Уильямсон предлагает, ну, поскольку он в книге рассматривает обе позиции, как он предлагает нам выделить вот класс намеренных моделей, которые должны моделировать модальную реальность. И, соответственно, такая намеренная интерпретация, да, она предполагает, что вот домен, домен индивидов актуального мира – это домен всего, что есть, то есть это опять-таки такая актуалистская формулировка, ой, извиняюсь, и, соответственно, с теоретикой модальной точки зрения, как пишет Уильямсон, вот, как бы, это предполагает, что возможность какой-то вещи, да, нам это приводит к тому, что мы, как бы, от возможности какой-то вещи переходим к тому, что она существует в актуальном мире в виде вот этой всего лишь возможного объекта. И, соответственно, ой, да, извиняюсь, у меня тут неправильно много слайдов. В общем, что предлагает Уильямсон, что шкала, да, или структура, что, а вот одно и то же в данном случае, она является намеренной, то есть отражает, то есть намеренная шкала или намеренная структура плюс функция оценки – это и есть намеренная модель, и, соответственно, она является таковой, если формулы, которые выполняются во всех моделях этой шкалы, являются логическими и истинными относительно метафизической необходимости. Но вот что такое метафизическая необходимость в данном случае? Это формулы, такой набор формул, у которых универсальное обобщение – истина. Универсальное обобщение – это когда мы заменяем все нелогические константы переменными, а потом закрываем формулу квантером всеобщности, и вот как в данном случае получаем вот такую формулу. Соответственно, в данном случае, если формула метафизически универсальна, точнее, формула метафизически универсальна, если истина ее универсальное обобщение, и в данном случае это и есть вот эти самые логические истины для метафизической модальности. И, соответственно, шкала является намеренной, если она корректна и полна относительно вот этих самых набора метафизических универсальных формул. И, соответственно, как средство в такой шкале общезначимая формула или схема Баркан и ее обратная. Но как раз-таки проблема в том, что метафизическая интерпретация формулы Баркан, но это еще старая проблема, она не сходится с той интуицией, которую предполагают контингентисты. Ну и в целом технический результат как раз-таки заключается в том, что формула Баркан, она общезначима именно на том классе моделей, в которых домен индивидов, он фиксирован. И, соответственно, вот здесь я привожу две разных формулировки. И, в общем, неформально это можно читать так, что если мог бы существовать такой индивид, который удовлетворяет F, то существует такой индивид, который мог бы этому F удовлетворять. Точнее, даже не существует, а мог бы существовать. Существует возможность такого индивида. Это вот прочтение второй формулировки. И тут как раз возникает проблема с доменами, потому что если мы возьмем домен актуального мира, пройдемся по всем индивидам, это вот относительно первой формулировки. Посмотрим относительно всех, верю на бокс фи. И получается, что если есть такой индивид, относительно которого фи ложно, то это как бы такой дополнительный индивид, которого нет в этом домене. И, в общем, технически здесь результат также в том, что мы можем заменить эту форму, поскольку это схема Баркан, мы можем заменить фи на как раз-таки существует такой у, что у равен х, то есть у идентичен чему-то. И мы получим, что вот с необходимостью для каждого альфа существует такой у, что у равен х, тогда для каждого альфа необходимо, что существует такой у, что у равен х. И, строго говоря, это как раз-таки предполагает, что любой объект, он необходим, если мы попытаемся это выразить, существует с необходимостью. Это как раз вот вторая часть, консеквент этой формулы предполагает, получается, что как раз-таки не сесситизм. Поэтому с точки зрения Вильямсона, ну и с этим соглашается Сталнекер, что в такой ситуации у нас, по сути дела, формула Баркан и вот тезис о том, что, тезис Вильямсона о том, что с необходимостью все, ну, точнее, лучше на английском, да, что необходимо, necessary everything is necessary something. Да, с необходимостью все чему-то тождественно, то есть оно существует. И это приводит как раз-таки к наличию вот этих всего лишь возможных объектов, но поскольку контингентист это отрицает, возникает проблема того, как это пересобрать с семантикой возможных миров. И Сталнекер, он отказывается бросать семантику возможных миров в таком виде, потому что с его точки зрения она предполагает, в общем, довольно интуитивно правильное понимание модальных концептов. И он предлагает рассматривать модели немного с другой стороны. То есть модели – это некоторый интерфейс между языком и реальностью, который мы моделируем. И в данном случае у нас с одной стороны реалистическая интерпретация языка, то есть мы действительно считаем, что этих всего лишь возможных индивидов, их не существует. Но поскольку модели являются вот таким промежуточным этапом между языком и реальностью, мы можем, тем не менее, о них размышлять в модальных терминах. Поскольку время заканчивается, я сейчас приведу пример, который приводит Вильямсон, который аналогичен, ой, Вильямсон, не знаю, Сталнекер с дебатом между миссистизмом и контингентизмом в случае Галилея и Ньютона. То есть их взглядов относительно природы реальности. То есть суть в том, что, ну, нам тут не так важны тонкости, что Галилея предполагает, что существует только пространственное отношение между телами, которые не сводятся к каким-то свойствам объектов. А Ньютон считает, что наоборот, ну, вообще, наверное, тут скорее правильно говорить о каком-нибудь Лейбнице, что действительно существуют такие точки в пространстве. Именно они обладают свойством фундаментального такого существования. И смысл в том, что релятивист, то есть Галилея условный, может использовать те же самые модели, что и Ньютон, но дополнив их классом функций перестановок, которые отображают точки пространства времени на самих себя таким образом, что пространственные отношения сохраняются. То есть если, условно говоря, у нас расстояние между вот этими двумя точками сохраняется, то нам с точки зрения релятивизма неважно, какую из моделей нам выбрать. Они обе моделируют одну и ту же фактическую ситуацию, а для абсолютиста важны именно сами точки, да, сами как бы эти самые точки, которые находятся в пространстве, а не отношения между телами. И, соответственно, в данном случае релятивист использует те же самые модели, что и абсолютист, только с функциями перестановок, что позволяет ему рассматривать вот эти самые отношения, которые являются инвариантными, как те, что действительно соответствуют реальности, которую он моделирует, а все остальное отбрасывать как артефакты модели. И то же самое предполагает делать сталнакер для контингентизма, используя теорию типов. Ну, по времени, наверное, сейчас не успею, но, в общем, смысл в том, что у нас есть стандартная теория типов, где у нас есть тип сущностей и тип для пропозиций. И, в общем, все примерно то же самое. Смысл в том, что, строго говоря, у нас есть пропозиции и отношения в шкале, которые относительно классов перестановок, если они инвариантны, то они соответствуют тому, что мы имеем в теории типов, что является для нас как бы то, относительно чего сказывается язык, то есть реальностью, которую мы моделируем. И в данном случае получается, что у нас есть пропозиции, свойства или индивиды шкалы, относительно функций перестановок, если они инвариантны, то тогда они как бы для нас реальны, и относительно них у нас действительно есть какой-то коммитмент теоретический. Если нет, то они как раз являются этими самыми всего лишь возможными индивидами или объектами, которые позволяют нам, с одной стороны, о них разговаривать и какие-то модальные суждения о них выносить. С другой стороны, мы не предполагаем, что они существуют действительно, поскольку они не инвариантны относительно класса перестановок. И, соответственно, если, вот как я здесь пишу, то есть пропозиция, она является вот такой всего лишь виртуальной, если она не инвариантна, тогда она не представляет реальную какую-то пропозицию, которая верна относительно актуального нашего мира. Соответственно, у нас есть вот домен актуального мира, все индивиды этого домена, они инвариантны, а все остальные индивиды контрфактических возможных миров, они не инвариантны, поэтому они ничему не соответствуют. Тем не менее, поскольку они есть в нашей модели, как в некотором интерфейсе, это позволяет нам о них рассуждать. Так же, как это делает нестесетист, тем не менее, избегая как бы дополнительного какого-то метафизического коммитмента в сторону признания их как чего-то действительно существующего. Вот. На этом, я думаю, все. Арнольд, спасибо большое за доклад. Коллеги, есть ли вопросы? Так, как я понимаю, вопросов, видимо, нет. Тогда давайте поблагодарим Арнольда за выступление. Арнольд, спасибо большое.